Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня в понедельник за богослужением читается Евангелие от Луки, глава 14, стихи с 12 по 15. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Иродьякона отца Даниила. ПЕСНЯ 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 Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. Сказал же и позвавшему его, когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы и они тебя когда не позвали, и не получил ты воздаяние. Но когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе воскресение праведных. Услышав это, некто из возлежащих с ним сказал ему, блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем. Строки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, повествуют о словах, сказанных Господом в доме фарисея в субботний день. Помимо семьи хозяина, в доме присутствовали и приглашенные гости, каждый из которых старался занять место поближе к хозяину, так как на этих местах всегда сидели наиболее почетные и знатные гости. Заметив такое стремление поставить себя выше других, Христос обратился к ним с притчей, научающей мудрости смирения. Не следует самовольно садиться на первое место, возвышая самого себя. Но, напротив, необходимо смиренно ждать такого приглашения от хозяина пира. Затем, воздавая почесть хозяину дома, Господь обратился и к нему. Христос замечает, что все гости, приглашенные на этот пир, являются родственниками, друзьями и богатыми соседями хозяина, от которых он вправе ожидать взаимного приглашения, чтобы быть в расчете. Именно поэтому Спаситель наставляет. «Но когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых и блажен будешь, то есть тех, которые сами не могут отплатить тем же, но за которых Бог воздаст в будущей вечной жизни». Архиепископ Аверкий Таушев пишет, «Заметив, что он пригласил только друзей своих, родственников и богатых соседей, Господь внушил ему, что неправильно приглашать только тех, от которых можно получить ответное воздаяние за угощение. А надо приглашать нищих, увечных, слепых и хромых, которые ничем воздать за приглашение не могут. Нехорошо гнушаться бедных, как делали это фарисеи, а надо смотреть на трапезу, как на дело, могущее иметь нравственную цену, как на доброе дело». Христос не воспрещает этим дружеские и родственные отношения, выражающиеся в гостеприимстве и угощении. Речь идет лишь о том, что за добрые дела по отношению к тем, которые не остаются зато в долгу, награда будет получена уже здесь, на земле, а потому рассчитывать на награду в будущей жизни за такие добрые дела не следует. Святитель Феофан Затворник замечает, «В указаниях, кого звать на обед или вечерю, позаимствуй себе правила, не делать ничего для ближних в видах воздаяния от них здесь. Но это не значит, что ты будешь тратиться понапрасну. В свое время все тебе воздано будет. В нагорной беседе о всех богоугодных делах, молитве, посте, милостыне, Господь заповедал творить их тайно. Почему? Потому что Отец Небесный, поступающим так, воздаст явно». Словами сегодняшнего евангельского чтения Господь призывает нас обратить внимание и на мотивы нашей щедрости. Одни дают из чувства долга или обязанности, другие — из личного расчета, сознательно или несознательно смотря на свои деяния, как на капиталовложения. Но такой дар не имеет ничего общего с щедростью и милосердием, являясь лишь проявлением рассудочного эгоизма. Иные дают из чувства превосходства для удовлетворения, собственного тщеславия и своего чувства власти над людьми. Иные же дают потому, что не могут не давать. Это и есть единственно правильный дар. Закон Царствия Божия гласит, человек, дающий с целью получить вознаграждение, не получит его. Но человек, дающий без всякой мысли о вознаграждении, будет достоин вознаграждения. Искренним является лишь дар, происходящий от неудержимого порыва любви. Александр Павлович Лопухин поясняет, гоняясь за земной оценкой своих действий, хотя бы и хороших, люди теряют право на получение небесной награды. С этой точки зрения действительно опасно, когда за каждое наше хорошее дело мы будем находить себе награду на земле и принимать эти награды. Мы, так сказать, получим свое и на другое, высшее рассчитывать не можем. Господь, дорогие братья и сестры, призывает нас к всецелой и несравненной щедрости. Самое важное – это благодеяние без всякой надежды на воздаяние, чтобы мы научились любить, не ища своего, но устремляясь к любви Христовой. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Господи! Благослови, Господь, 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 Господ